Добрый вечер, дорогие друзья! Рады вас видеть в нашем концертном зале. Воистину благословенно можно назвать отечественную культуру в месяц июнь. Подоливший России двух гениев Александра Зимеевича Пушкина и Михаила Ивановича. Пушкин — солнце русской поэзии, осветившая весь славный путь русской литературы. Клинка — солнце русской классической музыки, под лучами которого расцвел талант мусорского римского Корсакова Балакирова Парадина. В далеком безоблачном детстве, в соловьевых трелях, в смоленских песок, в новоспадском колокольном малиновом звоне, в роскошных народных напевах истоки бессмертного творчества Михаила Ивановича. Может быть, песни, слышанные мною в любячестве, были первой причиной, что я стал разрабатывать народную музыку. Из наших мотивов, где так органично могут сливаться славянские музыки. Благодаря Клинке русская классическая музыка встала в один ряд с национальными школами Европы, не потеряв своей уникальной идентичности. Его гениальная опера Руслана Людмила еще при жизни композитора была представлена в Париже, где за один только сезон прошла более 30 раз. А музыкальный критик не смог сдержать своего восторга, сказав, поверьте мне, на русской музыкальной почве вырос роскошный цветок. Он ваша радость, ваша слава. Берегите этот нежный цветок, цветущий один раз в столетие. Мы открываем наш концерт великолепной увертюрой к опере Клинке Руслана Людмила. Дела давно минувших дней, предания старины, рубокой. Среди могучих сыновей, с друзьями, в критнице высокой, владимир солнца. Распивал меньшую дочь, он не давал за князя храброго Руслана, и мед из тяжкого стакана, за их здоровье выпивал. Руслана Людмила. 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 КОНЕЦ В 1825 году Александр Сергеевич Кушкин написал замечательное стихотворение, но без названия. Первые стихи которого, первые слова которого были «Я помню чудное мгновение, и передо мной и было святым». А через 15 лет Михаил Иванович Клинка на эти стихи написал музыку. Получился великолепный роман. А что же послужило особо для написания и прекрасных стихов, и прекрасной музыки? Да, конечно же, любовь. Большая истинная любовь к двум прекрасным женщинам. Романс Клинкина стихи Пушкина «Я помню чудное мгновение» поет солист оркестра Андрей Фаташин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я помню чудное мгновенье Передо мной явилась ты Как мимо лёд, а мое нитенье Как тени чистой красоты Как тени чистой красоты В томленье грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И с ними смелые черты И с ними смелые черты Шли годы бурый парик нитежный Развеял прежние мечты И я забыл твой голос нежный Твои небесные черты Твои небесные черты Глуши во мраке заточения Янулись и кони мои Без божества, без захновенья Без звёзд, без жизни, без любви Без звёзд, без жизни, без любви Душе настало просветленье И вот опять я пиво мсты Как мимо лёд, а мое тенье Как тени чистой красоты Как тени чистой красоты И сердце бьётся упоенье И для него воскресли вновь И мажество, и вдохновенье И жизнь, и слёзы, и любовь И божество, и вдохновенье И жизнь, и слёзы, и любовь И жизнь, и слёзы, и любовь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он прочитал замечательную поэму выдающегося русского поэта Кондратия Федоровича Ралеева «Иван Сусан». И вот многие годы, сколько бы не прошло времени, образ героя этой оперы, его подвиг, который символизировал подвиг всего народа русского, конечно, стал основой для его оперы «Иван Сусан», которая с колоссальным успехом прошла 18 ноября 1836 года. Этот день является первым днем рождения первой национальной русской оперы. Второе действие оперы «Иван Сусан» композитор полностью отдает полякам. Польский акт. Действие происходит в замке польского короля Семизмунда, где шляхта векует. В России умер последний царь Василий Шуйский. Россия обезглавлена. И вот сейчас еще сделать один шаг, и мы в Москве. Конечно, блестящий акт, просто потрясающий по своей красоте, который открывается Болонезом, затем истрометный Краковяк, Мазурка, Василий Шуйский. Послушайте Мазурку из оперы «Иван Сусан». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Однажды, потеряя Россию, Михаил Иванович Минка напишет цикл романсов под названием «Прощание с Петербургом». На стихи замечательного поэта Демрига, Вязевского, Боротынского и, конечно же, Пушкина. В этих стихах все отразилась полная картина впечатлений, которые испытывает путешественник. Здесь и радость знакомства с новыми местами, с новыми странами, и в то же время определенная грусть прощания с родной природой. И вот эта тема особенно отражена в его романсе на стихи Естера Кукольника «Жавра», который поет для вас Людмила Попова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, попутная песня сопровождает путешествия Михаила Павченко по городам Европы и России. Попутную песню поет солист оркестра Антон Дурахов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 в пояс кланяется гостям, благодарит отца, просит прощения у многочисленных женихов, которым вынуждено было отказаться. Ну, а в остальном вы услышите вководение Людмилы, которую, я думаю, блестяще исполнит для вас Марина Севцова. КОНЕЦ ГРУСТ КОНЕЦ 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 Прости, прости, прости. Прости, прости. Прости, прости, прости. 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 Прости, прости, прости. Прости, прости, прости. Прости, прости. Прости, прости, прости. Прости, прости, прости. Прости, прости, прости. Прости, 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 прости. Прости, прости, прости. Прости, 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 прости. Прости, 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 прости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова